Актуальные темы, независимый взгляд, только эксклюзив в программе по Буяне. По Буяне, по Буяне с Андреем Буярским. Мне на собеседовании сказали, что только что закрылась буквально вакансия водителя, есть менеджер. Я понимаю, что где я, где менеджер вообще? Я говорю, так, так. Я говорю, продавать не умею, впаривать не буду. Вот меня обучали, как продавать тем, кто не хочет покупать. Рост по карьере, потом у меня была большая команда, 5 человек мне дали, чтобы я передавал знания. То есть я уже учил тех, кто не умеет продавать, продавать тем, кто не хочет покупать. Слушай, ты еще мыл машины? Ну, это было недолго, потому что это как споры грузчиков, грубо говоря. Хочешь стать пекарем, слушай пекаря. Хочешь мясо, чтобы дома было, иди на рынок мясо продавай. Ну, грубо говоря, хочешь топлива, чтобы было, иди водителем работай. Эту валюту нельзя потрогать, ее нельзя пощупать, ее нельзя увидеть. Она существует виртуально, правильно? Ну, конечно, да. Это как просто картинка на телефоне, грубо говоря. А ты мог бы поверить, что это создал один человек? Нет, конечно, нет. То есть это в любом случае группа каких-то айтишников продвинутых? Это гениальные люди, реально. Ну, то есть это гениальная идея, и это гениальная идея сейчас тысячи людей, миллион людей пользуются. Всем привет от шоу по буяним, с вами Андрей Буяльский. Сегодня тема будет очень интересная, я думаю, для многих зрителей, Европа Плюс ТВ, Беларусь и для Ютуба. Это тема крипты, криптовалюта, биткоины, что это такое. Я сам честно скажу, что я вообще в этом не разбираюсь никак, вот вообще зеро. Поэтому мы пригласили очень профессионального творческого парня, который сделал карьеру от грузчика, разносчика пиццы, мойщика машин до максимального уровня в бизнесе. Мы сегодня поговорим с Артемом Добровольским. Это коуч-тренер, бизнес-тренер, человек, который создал свою школу. Тема, привет. Хайушки. Рад себя видеть. Скажу предисловие, что мы немного знакомы почти три года, но я никогда не знал о том, чем ты занимаешься, говорю искренне и честно. Артем парень очень скромный, он всегда представлялся, что он просто менеджер среднего звена, помните песню группы Ленинград? Так и было. Да, да, бенджер среднего звена. Но оказалось, что у тебя был вот такой вот момент в жизни, когда ты реально, ну, с каких-то нулей, да, начинал… С самых простых нулей, на самом деле. Расскажи, Тема, очень интересно. И расскажи вообще, что это за бизнес и с чем его едят, как кушают. Если начинать с самого начала, я в колледж поступил, и нужно было как-то деньги зарабатывать. Единственный вариант, в те годы, которые я видел, это вот устроиться грузчиком, да, и летом там подрабатывать. 7 миллионов, помню, обещали зарплату. 7 миллионов? 7 миллионов рублей. Что такое было 7 миллионов на то время? Ну, сейчас это 700, значит, наверное. 700 рублей, ребят, 7 миллионов, не пугайтесь, зарплат не было. Вот, я поработал летом в шабанах, ездил на автобусе, то есть там первые деньги, там, я помню даже, что купил за эти деньги, но говорить не буду. Ну, если хотелось, как-то символично, чтобы это было. Вот, и у меня в трудовой сейчас записан грузчик первое, потому что… Первого разряда. Да, да, да. Потом с колледжа запись, что у меня там средне-специальная, и потом пошла вот эта вся движуха, движуха, и последняя запись директора у меня. Вот такая, как это, прямая карьерная лестница, задокументированная, запротоколированная. Слушай, ну ты же вроде как, если я правильно понимаю, ты же учился, вышка у тебя была, да? Да, средне-специальная – это техник-механик, а высшая – это инженер-педагог. Вот. Но я вот между этими обучениями водителем успел поработать, на заводе был, по распределению поработал, на заводе шестерен, на МЗКТ, на МАЗе работал. Ну, как весело, слушайте. Интересно у тебя был. Тогда зарплата была 320 рублей в месяц, то есть грузчик зарабатывал больше, чем человек после распределения, после колледжа. То есть я этого вообще не понимал, как люди там квартиры снимают за хоть какие-то деньги. И меня по блату, по знакомству перевели водители. То есть я возил печенье, пряники, хлеб, булочки, тортики по городу Минску, топливо сливал, вообще самый счастливый человек в мире был. Насчет топлива сливал – это ты зря. Вот. Потом делал грузоперевозки людям возил, там, холодильники студентам, переезды квартир. Потом такой же микроавтобус, как у меня, врезался такой же. Я полетел в Турцию снимать в Бодрум стресс. Тогда вот валютные какие-то истории были, валютчики стояли там возле магазинов, как сейчас помню, Точкаловский был. Поменял свои белорусские на доллары, там, вон, покупачку достал, валютчик, да, но не крипто. И полетел в Турцию, прилетел обратно, искал работу тоже либо водителем, потому что чего другого не умел, либо личным, чтобы на хорошей машине ездить, либо курьером хотел, слушай, возить, чтобы машина… Сколько тебе лет было? Это, наверное, было… Ну, это был 2012 год, мне было 22 года, значит. Вот. Ну, да, так и было. Вот. В августе приехал, и вот 13 августа 2012 года я пришел на собеседование. Мне на собеседовании сказали, что только что закрылась буквально вакансия водителя, есть менеджер. Я понимаю, что где я, где менеджер вообще? Я говорю, так, так. Ну, я говорю, продавать не умею, впаривать не буду. Мне сказали, там, продавать научу, впаривать не надо, там, выгоняем таких, грубо говоря. Я говорю, что в трудовой запишите прям, там, менеджер. Ну, для меня это вообще мега круто было. Ну, а все, все, запишем, все, так только там на второй этап собеседования приходили. Я поехал домой, одел костюм с колледжа, поехал обратно на автобусе на второй этап. Ну, и, как оказалось, это есть такая компания, которая продавала систему очистки воды, премиум класса, так было классно говорить все времена, за 1000 долларов. И вот меня обучали, как продавать тем, кто не хочет покупать. За 1000 долларов? Да, да, да. Мы приходили домой, проводили презентацию, проверяли все это там и продавали за 1000 долларов систему очистки воды. Вот. Ну, я такой по характеру Козерог, я все время привык добиваться быть первым везде. То есть, смотрю, там плакат висит, там, номер один. Думаю, так, сколько он там сделал. Мне хотелось больше, больше. Козерог. Да, да, да. Козероги, да. Рос по карьере, потом у меня там была большая команда, 5 человек мне дали, чтобы я передавал знания. То есть, я уже учил тех, кто не умеет продавать, продавать тем, кто не хочет покупать. Вот так, так красиво это звучит. Потом доверили собеседование. Я за те годы, которые работала в этой компании, провел более 10 тысяч собеседований. То есть, постоянно видел людей. По 30-40 собеседований в день я проводил. Обучение. Отсюда пошел мой опыт из коуча, да, то есть, начал потихонечку обучать людей, отбирать их. Увольнять. Самое классное было для меня увольнять. Слушай, ты же как... Увольнять? Самое классное? Ну, когда приходишь, нет настроения, кто-то не продал. Ты ему говоришь, как правильно, он тебя не слушает. И ты понимаешь, что если ты сейчас дашь слабину, 30 других человек этого видит, так же потом с тобой поступят. Поэтому проще было уволить. Ну, это же так себе история, когда отыгрываться на своем настроении. Ну, вот, то есть, как бы так бывает. Слушай, ты еще мыл машины? Ну, это было недолго, потому что это как вот споры грузчиков, грубо говоря. Ну, такая история. А вышка, если я правильно понимаю, ты за дипломом не пошел? Я не пошел за дипломом, да, потому что был выбор либо открыть офис свой, то есть, у нас там была карьера, там, начиная от менеджера, там, до директора, грубо говоря. У меня был выбор, либо открыть офис, либо пойти диплом защищать. То есть, я понимаю, что если я пойду диплом защищать, я не успею выполнить то, что мне нужно выполнить. Я принял решение, что если после колледжа я пошел на завод и зарабатывал меньше, чем грузчик до колледжа, я понимаю, что инженер-педагог, ну, это обучать людей на заводе какой-то истории. То есть, я понимаю, что я не буду работать, скорее всего, в этой сфере, потому что хочешь, там, стать пекарем, слушай пекаря. Хочешь, там, мясо, чтобы дома было, иди, там, на рынок мясо, там, продавай. Ну, грубо говоря, хочешь топлива, чтобы было, иди водителем работай, да? Да. Вот, поэтому я подумал, что, если хочешь, чтобы деньги были, нужно идти в денежную историю, в денежную сферу. Поэтому я, там, поставил на паузу эту историю с обучением, с вышкой, там, ну, то есть, я просто не пошел защищать. То есть, я все, диплом сделал, все сделал, просто не пошел, потому что просто бы не получилось у меня в жизни дальше двигаться. Что вообще, как тебя затронула тема биткоина, да, крипты? Как ты вообще не узнал и, ну, то есть, как ты в это движение вообще влез? В 2016-17 году как-то на слуху была история про биткоин, что он там стоил 2 тысячи, потом стал 6 тысяч, потом упал на 3, поднялся на 9, опять упал на 6. Мне было интересно, что это такое, потому что это что-то новое. И есть такой закон 1.9.90, да, если оказаться в числе первого процента, кто в этом разберется, ты будешь зарабатывать 90% денег, а 90% тех, кто потом будет в этом разбираться, будут зарабатывать, там, 10%. Но пирамида это все-таки или нет? Конечно, все пирамида. Есть биткоины и вообще вся эта схема, какие бы, назови хоть пару приложений, какие-то самые такие актуальные, самые продвинутые, в которых люди, ну, работают. Ну, в основном это происходит либо на бирже, да, вот для белорусов это биржа хобби, для россиян это бинанс. То есть вот две там топовые биржи, можно зайти с карты обычной, там, купить криптовалюту, сегодня по одной цене, завтра выросла, продал, все-то заработал, дельта твоя, там, до 23-го года в Беларуси, там, освобождение налоговых историй, поэтому все максимально удобно. И в любом случае это пирамида, как у этих, как он называется, сетевой маркетинг, да, сетевой маркетинг, это плюс-минус то же самое. Все зависит от того, то есть, ну, есть просто биткоин, как монета, или любая криптовалюта, это просто, грубо говоря, в нее просто верят, да, какое-то количество человек верит, и биткоин уже не такая удобная платежная монета, то есть это просто сугубо монета, которая на вере людей держится, они просто ее покупают дешевле, продают дороже. То есть монета существует сугубо для спекуляции, потому что уже есть круче других монет, которые там гораздо больше могут иксов дать, и потерять можно, конечно, гораздо больше. А биткоин – это такая монета, которую купили сегодня для того, чтобы продать когда-то, завтра, послезавтра, через год дороже, и все, то есть ей там особо никто не пользуется. Артем, есть такой миф, что как бы биткоин придумал Илон Маск, но по сей день никто не знает, кто на самом деле придумал эту валюту, и вообще, как эта схема работает. Насколько я знаю из источников интернета, да, что этот человек, у него даже был аккаунт, ну, создан, как он называется, этот темный интернет, Darknet, в Darknet у него был аккаунт, он общался с людьми, и потом он просто исчез. Ну, такой мифический какой-то некий человек, или это группа людей, никто по сей день не знает, была версия, да, но я тоже не особо в нее верю, что это придумал Илон Маск, да, и как бы эту тему просто запустил. Эту валюту нельзя потрогать, ее нельзя пощупать, ее нельзя увидеть, она существует виртуально, правильно? Ну, конечно, да, то есть она просто, это как просто вот картинка на телефоне, грубо говоря. Если говорить про Илона Маска, то там уже разработчик официальной версии, это Сатоши его зовут, Сатоши Накамото. Да, Сатоши Накамото. А Сатоши это аббревиатура трех компаний, Samsung, Toshiba и... Ну, не Nokia, вряд ли. Ну, что-то такое, вот, то есть, грубо говоря, скорее всего, это сделали какие-то крупные игроки, но пока про это как бы неинтересно никому так явно рассказывать. А ты мог бы поверить, что это создал один человек? Нет, конечно, нет. То есть это в любом случае группа каких-то айтишников, да, продвинутая? Какие-то гениальные люди, реально, ну, то есть это гениальная идея, и этой гениальной идеей сейчас тысячи людей, миллион людей пользуются. Артем, почему биткоин стоит таких огромных денег? Почему курс именно биткоина? Ты говорил, что старт был, стартап был один к двум тысячам, да? Десять центов был биткоин, там, один доллар, то есть он рос, то есть с десяти центов вырос до, сколько сейчас, там, в районе 30 тысяч он торгуется. Тридцать тысяч стоит один биткоин. Сейчас 30 тысяч долларов, да. Один биткоин. На пике он был 60-70 тысяч, да. В чем тогда вот фишка, в чем успех? Просто вера людей толкает, ну, вот, вера в то, что будет расти биткоин, толкает его, грубо говоря, наверх. Когда он идет вниз, люди боятся этого, скидывают эти деньги и еще идет вниз рынок, грубо говоря. То есть это просто на вере людей, то есть им особо сейчас никто не пользуется как платежное средство. Он же задумался как платежное средство, а вы просто сейчас майнят, соответственно, энергия на электричество тратится, людям нужно как-то за энергию платить, вот таким образом это все, грубо говоря, раскручивалось. Ну, мы к этому моменту подойдем, потому что у тебя вот очень уникальная, у тебя же в Телеграме большая, да, как бы. Да, у меня 10 тысяч партнеров в Телеграме, да. И это, ну, я, я, может, ошибаюсь, но в Телеге же особо не сможешь накрутить, да, вот я имею в виду похожее. Можно накрутить, но я просто примерно около тысячи долларов в месяц трачу на рекламу этого чата для того, чтобы добавлялись люди. Скажи, пожалуйста, вот давай по порядку. Топ-лидер TradeFi, да, Time? Да. TradeFi. 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 Да. Time. Это что? Там просто TradeFi. Я когда в Москве, я два года жил в Москве, да, то есть мне поступило предложение, которое не смог отказаться определенного рода, ну, поработать в Москве, раскачать одну из историй. Вот это одна из историй, называется TradeFi, и вот с того времени это и осталось. То есть мы продавали торговых роботов, но они торговали на валютных парах, доллар, евро, там, иена и так, пунктам и так далее. То есть мы там, нам дали офис, я с партнером туда поехал, в Москву, нам дали офис, мы, опять-таки, так у нас под большой, собеседовали людей, обучали людей продавать торговых роботов тем людям, которые там никогда про них не слышали. Да, то есть там человек сидит дома, ему позвонили, здравствуйте, там, тема инвестиций интересная, интересно, там, деньги куда-то интересно вложить, интересно, вот есть торговый робот, компания такая-то, приходите к нам в офис, расскажем. Я проводил презентации, небольшие, там, может, максимум 20 человек было за один раз, проводишь презентацию, в конце презентации вопросы, там, часть людей говорят, хочу купить, часть хочу подумать и так далее. Артем, скажи, пожалуйста, вот, ну, опровергни, если я не прав, на мой взгляд, ну, та система или схема, которая придумана с биткоином, да, это гениальная афера и махинация. Ну, на самом деле, не может стоить валюта, в моем понимании, мировая валюта, ну, за одну единицу 30 тысяч долларов, либо это золотой фонд, там, я не знаю, какой-нибудь там, бриллианты, там, вот эти, как они называются, ну, камешки, да? Да, понял, да. То есть, там, да, вполне, и то, ни одна валюта в мире никогда не стоила 30 тысяч долларов, 1 к 30. Не кажется ли тебе, что это просто гениальная афера и махинация, в которую, как ты правильно заметил, люди верят и за этим идут? Все на жадности людей, в общем, работает, на самом деле. Есть такое понятие FOMO, это боясь потерять. Всего в мире будет существовать 21 миллион биткоинов, то есть, всего в мире их 21 миллион, и с каждым годом их все, грубо говоря, меньше и меньше становится. Это искусственно тоже поднимает цену. К тому же происходит еще по определенному периоду разделение биткоина, и это тоже увеличивает цену его. То есть, помимо того, что люди просто покупают, продают бездумно некоторые, некоторые заходят там на хаях, это когда самый высокий курс, а потом курс падает, они продают судорожно. А сам рынок, если говорить про аферу, сам рынок так настроен, что он всеми силами старается сделать так, чтобы люди были испуганы, чтобы люди, которые купили за 60 тысяч биткоин и думают, что он будет стоить 100, продали сегодня за 30, и маркетмейкеры берут за 30 тысяч, за 25 покупают, повышается цена и продают. Это же продавцы воздуха, темно, это же продавцы воздуха, ее нету. То есть, я не понимаю, ты говоришь, есть граничное количество биткоинов, биткоинов. 21 миллион, всего может существовать в мире, 21 миллион. 21 миллион. Что мешает? Ну, я понимаю, это искусственный дефицит, да? Да, 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 да. Что мешает их увеличить количество, или будет, раз их есть 20 или 30? Их сейчас добывают майнеры, добывают эти монеты, добывают, добывают, и добыть могут только 21 миллион монет. Это будет, я не помню, в 2100 каком-то году добудется последний биткоин. И когда добудется последний, цена еще больше вырастет, потому что в мире более 100, скажу, более 27 миллионов долларовых миллионеров, а всего биткоинов будет 21 миллион. То есть, уже всем не хватит. Если смотреть со стороны, то каждый день, если там можно все же увидеть, каждый день на миллион долларов покупают биткоинов. Один человек каждый день покупает на миллион долларов биткоина, ну, какое-то количество, каждый божий день. Если он так будет делать каждый день, он даже все не выкупит. То есть, в силу того, что ограниченное количество, и все это понимают, и цена будет стоить там и 100 тысяч за биткоин, и 200, и 300, ну, потому что просто ограниченное количество. А скажи, есть же аналоги биткоина, уже они и не один, и не два, и не три? Сотни тысяч, наверное. Ну, вот самое такое, что на слуху, что сейчас? Это называется альткоины, да, это сам популярный сейчас, что лайткоин, там, эфир, к примеру, BNB. USDT – это монета, которая приравнена к доллару, то есть, один USDT всегда равно доллар. То есть, когда человек покупает биткоин или любую монету, он заводит на биржу деньги, покупает, у него там есть 100 долларов, он за 100 долларов покупает 100 USDT, и у него эти доллары, которые бумажные, превращаются в виртуальные. И это я просто очень серьезно, для меня это некая такая, знаешь, мировая гениальная афера финансовая, которая… Сто процентов, ну, все циклично, раньше это были доткомы, это такие пузыри были, они лопнули, грубо говоря, до доткомов еще что-то было там с акциями, облигациями, то есть, все циклично, каждые 25 лет что-то лопается, и… А кто из них вот, ну, приблизился хотя бы там на полшага, на шаг к биткоу, ну, я имею в виду из этой криптовалюты? Ну, по цене? Ну, по цене хотя бы, да. Ну, в среднем они стоят примерно 1000, 2000, там, либо 400 долларов, то есть, это особо сейчас на самом деле не важно, потому что их может быть неограниченное количество, поэтому они не смогут стоить 30000, как биткоин. А у вас требовалась, ну, максимально какую-нибудь вот валюту, которая тоже существует? Самое популярное – это вот USDT, это доллар в крипте, это 1 USDT равно 1 доллар, ну, USD как доллар, Tether, то есть, обозначение криптомонеты. То есть, самое популярное – это USDT, то во втором месте – это вот есть биржа Binance, она там топ-3 самых крупных бирж в мире занимает. У них есть своя монета Binance, то есть, все транзакции, которые проводятся через биржу, можно, ну, как комиссия, за комиссию снимается Binance. Ты, когда начинаешь мне рассказывать, мне хочется вот посадить рядом с тобой переводчика и так танцует, потому что я реально, ну, половина я понимаю, это знаешь, как вот я польский язык чуть-чуть знаю, да, но вот я буду понимать ровно там четверть. Как будет черепаша суп по польски, тормозилковая хлебалка. Смотри, ну, смысл в том, что реально в это, чтобы въехать, мне кажется, здесь нужны какие-то технические мозги, да, то есть творческому человеку сложно заниматься биткоином. Это как с картами, помнишь период, когда карты вводились платежные и там ходили на работу, проводили собрание, что вот зарплата будет на карту, вот сколько времени пришлось адаптироваться? Ну, я думаю, что лет 10-15, наверное. Ну, вот примерно вот биткоин все это время или криптовалюта в целом, она вот эти все года учат людей этим пользоваться. И уже ЦБ России уже будет, грубо говоря, крипторубль совсем скоро, уже тестируют. Должны быть в 2024 году запустись, но уже в связи с событиями разными в мире в 2023 будут запускать. То есть уже и искусственно, и не искусственно нас учат пользоваться криптой, потому что за ней будущее. Смотри, еще основатель RTS Club, что это? Да, это клуб, это Road to Success, дорога к успеху. Ну, там вот именно ты в этом сегменте с криптой или как? Там крипта и инвестиции, то есть есть сегмент людей, которые хотят понять, что только крипта, но у них денег. То есть мы помогаем им первые деньги заработать с помощью разных проектов, то есть их различное количество. А потом из них вынес два раза больше. А потом им помочь зайти в крипту и там уже от их аппетита все зависит. Ну, и там абострация, я понимаю, да. Я даже не знаю название этих приложений. Я не знаю, ну, расскажи мне, что. Ну, есть, допустим, крипто-кошелек, к примеру, MetaMask называется. MetaMask, это самый распространенный, да? Это если хочешь, чтобы у тебя был на телефоне и чтобы никто туда не залез. То есть можно хранить либо на бирже свои деньги, криптовалют, на бирже. На бирже могут взломать, биржа может тебя заблокировать, допустим. Вот у меня были на Binance объявленное количество денег в прошлом году. И так как белорусский паспорт, белорусам всем Binance обрезали. Я целый год с ними переписывался, записывал видео на русском языке, на английском, чтобы не разблокировали. И через год, на мой день рождения, я уже им пишу, пожалуйста, в день рождения делайте подарок, о этом мы подумаем. И вот 31 декабря мы разблокировали. И я, так как деньги эти не трогал целый год, у меня была энная сумма, а через год стало в три раза больше. Я безумно рад был тому, что я их не трогал. Потому что на крипторынке, если ты сам торгуешь, да, то 100% гарантия есть одна, что ты потеряешь деньги. То есть это известный всем факт. То есть нужно много потерять, чтобы потом какую-то часть много заработать. Слушай, ну это как бы аналог казино, нет? Очень много казиношников там есть, конечно, потому что в России казино закрыли, кроме Сочи. То есть это Белоруссия, для них рай. То есть там очень много людей, которые, есть три типа людей. Или как букмейкеры, да. Есть три типа людей, которые играют, чтобы выиграть, играют, чтобы проиграть, играть, чтобы играть. Вот все эти три категории находятся в крипте. Ну это казино. Ну это своего рода, конечно. То есть никто не знает, вверх пойдет или вниз, никто не знает, как в фильме «Волксов стрит». Слушай, ну... Зарабатывают те, кто продает кирки и лопаты. Курсы продают, обучение продают, торговых роботов продают. Вот они зарабатывают. У тебя на YouTube канал? Да, у тебя на YouTube. У тебя в Telegram канал? В Telegram, да. И онлайн у тебя есть какое-то обучение? Я онлайн не обучаю, потому что лучше живой контакт с человеком, да. Потому что я онлайн эту историю не практикую. Практиковал, но человек купил курс и не выходит на связь. Очень часто такое бывает. Либо один-два прошел, и у него там что-то происходит, и он, я говорю, давай деньги верну. Он говорит, не, не надо, я потом... То есть люди, как лайк-центр, знаете, такую историю. Короче, есть различные организации, которые профессионально, там, 3 тысячи, 4 тысячи долларов стоят обучения. И человек платит им 3 тысячи, чтобы чему-то научиться. На самом деле ему нужно просто что-то делать. Вот. И я обучаю делать, и когда человек понимает, а-а-а, это делать надо. Вот у меня есть там хороший друг, он говорит, научи YouTube канал свой вести. Я говорю, смотри, YouTube надо просто чистота. Каждый день скидываю ролик, каждый день. И у тебя попрут твои подписчики. А он просто этого не делает. А давай на YouTube посмотрим тебя где-то. Давай найдем тебя. Канал называется «Миллионерный миллиардер». Это обзор проекта. Сейчас очень модная история. Супер Би-Би-Чарджер. Проект на Би-Би. Нужно методик. Дает 12-й раз. Так а ты стримишь или нет? Нет, стримов не провожу. То есть это, в частности, реклама. То есть так как у меня чат на 10 тысяч человек, мне поступают предложения от различных админов проектов, от основателей проектов. Лучше бы ты говорил здесь на английском, честно. Я все равно ничего не понимаю. Понятно. Сделай обзор, он мне платит за рекламу, я делаю видеообзор и все. То есть YouTube, который у меня есть, он просто создан для того, чтобы из YouTube переливать трафик в Telegram. Потому что YouTube примерно миллиард плюс пользователей. Если же просто научиться, чтобы тебе YouTube рекомендации выводил, то считай, какая-то часть из миллиарда попадет в твой чат и там уже. Хорошо. Ты мне рассказывал о том, что рекламу, которую у тебя покупают, я так только не понял, это на YouTube или в Telegram. Покупают рекламу в моем партнерском чате на 10 тысяч человек. И там стоимость рекламы? Всего 30-50 тысяч рублей российских. А можно мне так? Пожалуйста. Я начинал с 10, то есть 30 тысяч, 50 тысяч российских рублей платят тебе за рекламу? За что, за активную ссылку? За то, что я ссылку скину, напишу, там, топ-проект, можете быть первыми, там, и все. Ну и ролик, если я запишу, это 50 тысяч, если без ролика, то 30 тысяч. Если хотят поторговаться, это 40. Это на самом деле просто. Ну, вот у меня такие же глаза были первый раз. Подожди, давай и так, по минимуму, 30 тысяч россии на сегодняшний день это соль? 500 долларов у тебя стоит просто ссылочку прикрепить активно. Просто ссылку, да, и там картинку, если. А если ты еще это озвучиваешь в видеоролике? Если ролик, то это уже 50. Это 50 тысяч. Да, 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 то есть нужно ролик записать, то нужно встать с утра в 9 утра, 5 минут времени посвятить. Ты серьезно? Сейчас будут смотреть те люди, которые встают в 6 утра, приходят на работу за 750 или 800 рублей. Да, я просто... И скажут, вот этот вот, да, чувак, он зажрался вообще, и впадлу подняться там, я не знаю. Ну, это не чувствуется, как и 500 долларов, на самом деле. Не чувствуется, да? То есть это, я привык к российским деньгам, потому что в Москве жил, и мне там 30 тысяч в Москве это, ну, 7, 5, 7, ну, неделю пожить. Ну, это зарплата даже не самая маленькая в Москве, о чем ты рассказываешь? Ну, да, есть такое у меня. Тысяч россии это, ну, как бы, зарплата, ну, даже очень, ну, такая средняя, ну, может, даже неплохая, потому что в регионах люди живут за 15 тысяч, наверное, в курсе, 15-20 тысяч. Ну, да, есть такое. Да, и 30 тысяч россии, такой, типа, прилетает 700 долларов, и мне тяжело поднять свою, да, пятую точку с кровати и пойти записать ролики, серьезно? Ну, реально тяжело, реально тяжело. Поэтому те, кто меня просит, научи, я говорю, без проблем, научу, создавай канал, это, и просто сделай запись экрана, свои мысли вслух говори, полторы минуты всего лишь. Просто каждый день делай в 10 утра, и у тебя подписчики пойдут, потому что YouTube смотрит и видит, что, ага, он, получается, часто это делает, значит, я могу на него рассчитывать и могу его рекомендовать дальше. Вот Давид еще, допустим, к примеру, он каждую пятницу ролик выпускает, крутой на час, классный метод. Ну, Билл Саком вообще почти каждый день валит? Вот, он каждый день валит, YouTube понимает, что он каждый день завтра будет валить, закидывает его в рекомендации, пускает там свою рекламу, все, у него там уже монетизации нету, но была монетизация крутая. Вот, не хватает людям дисциплины для этого, просто я понимал, что, ну, мне нужно что-то делать, как-то нужно расти, развиваться, искать аудиторию, звонить друзьям, говорить, привет, ты с классной темой, давай там по крипте расскажу, неприкольно. Вот, интересный ролик записал, тебя увидело там 300 человек, даже если, 30 перешло в чат, спрашивают, а что за тема, ты скидываешь ссылку, все, они… Притем, тебе не кажется, что, чтобы заниматься криптовалютой или вообще вот в этом сегменте, это нужно иметь определенный склад ума? Нужно быть математически, прагматичным. Голодным, обучаемым нужно быть, вот так. Те, кто сытый, те, кто все знают, это не для них история. Нет, даже если ты не сильно сытый, если ты местами бываешь голодный, в плане того, что я имею в виду, ну, реально, здесь, мне кажется, все-таки какой-то, наверное, больше технический, математический склад ума должен быть, ну, не творческий. Возможно, но вот сейчас проекты существуют в мире, которые вот людей искусственно в эту крипту погружают. Вот сейчас очень модная история с кроссовками, может, ты знаешь, называется степан. Люди бегают, зарабатывают крипту. Я немножко скажу предисловие о том, что Артем конкретно обучает с телефона, да, то есть как зарабатывать крипту. Да, у меня все в телефоне, у меня даже ноутбук, ноутбук он не пользуется. Потому что я вот тоже немножко просто, потому что мы очень запутанно, мне кажется, рассказали об этом. Есть вариант, когда люди покупают видеокарты, крутые компы, да, и это качает очень много электроэнергии. И шум невероятный. Шум, не знаю, не слышал. И это оборудование, оно как минимум стоит 3-3,5 тысячи долларов, да? Может, даже дороже стоить, да. Может, и дороже, смотря сколько-то этих видеокарт, машин. Это называется ферма, майнинговая ферма. Это майнинг, да? Объясни, в чем смысл, как зарабатывают вот эти люди, они же не вкладывают денег. Они тратят деньги только на электроэнергию, на покупку видеокарт, ну, на сбор, это вся эта конструкция. А на чем они зарабатывают? Значит, когда вот я отправляю тебе крипту, да, то есть что-то должно подтвердить, что я действительно тебе отправил, и что-то должно подтвердить, что ты действительно получил. Вот они являются теми самыми дата-центрами. Сервер какой-то, типа, а мини-сервер. Они являются теми дата-центрами, которые это делают. Раньше это можно было на отдельном ноутбуке быть, на отдельном компьютере. И процессор справлялся. Но потом посмотрели, что видеокарта справляется лучше. Ну, по определенным причинам. Соответственно, сейчас все делают, грубо говоря, на видеокартах. И сейчас вышли такие аппараты, как ASICI, грубо говоря. Это специально настроенные для, вот как дата-центр, как сервер, историю, которая транзакции проверяет, подтверждает, проверяет, подтверждает. И вот таким образом все работает. Это такая мини-виртуальная бухгалтерия, что ли, какая-то проверил, поставил штампик, пошел дальше. Да, причем в случае в том, что это блокчейн. И это бот делает. Это все делает, грубо говоря, программа, все прописано в смарт-контрактах. Смарт-контракт – это такой бухгалтер, который не может обмануть. У него написано, вот так он должен сделать, он так вот и делает. И, соответственно, все, что вот за последние 10 лет плюс существует в криптомире, все записано друг за дружкой в единые блоки. И можно понять, когда кто кому переводил, какие деньги и какую сумму. И бухгалтер, вот этот виртуальный, то есть, который занимается майнингом на… Получает просто какой-то процентик. Какая-то маленькая доля биткоина получает. И этот биткоин, так как раз в цене, потом продается, оплачивается электроэнергия, покупает новые видеокарты. А почему ты говоришь, что очень много электроэнергии живет эта штука? Это вот нон-стоп 24 часа в сутки? 24 на 7, да, то есть, там невероятная теплодача идет, то есть, ставят специально даже водные охладители, их погружают в специальные там жидкости для того, чтобы охлаждать как можно более эффективно, чтобы это все работало. Ну, вот как компьютер, вот в компьютере сколько сейчас, наверное, полтора киловатта, наверное, блок, может, 900-полтора. Вот там таких, не знаю, там 100 компьютеров, там, грубо говоря, 100 киловатт могут спокойно тянуть, даже 200. В день? Ну, киловатт-час, это в час, значит. В час 100 киловатт? Ну, грубо говоря, да. Я за всю квартиру 100 киловатт платил, поэтому едут в деревню, где в Беларуси, где есть бесплатное электричество, отключают счетчик, и пока не найдут, манят. Вот это, да, можно было бы и не говорить, оставив для Ютуба. Эти в деревню подключают. Так, слушай, ну, хорошо, а сколько, окей, ну, вот человек потратил на все это оборудование, там, 3,5-4, может, 5 тысяч долларов, да, ну, как бы, даже для среднего белоруса, если он будет копить, 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 он, ну, или одолжит, или так далее, эту сумму можно найти. Либо у родственников переодолжить. Ну, или в кредит взяли. Хорошо, сколько, к примеру, в месяц вот такой человек, назовем его человек N, да, он, она, неважно, кто это, да, вот он манит, да, манингом занимается с этими видеокартами, сколько он в месяц может, ну, плюс-минус. Всегда по-разному, ну, от 350 долларов он может зарабатывать. Ну, понятное дело, что больше, от 350 может зарабатывать в месяц. Ну, ничего не делая, просто включив, настроив. Потому что не только биткоин же манит, куча других криптовалют. Нет, а хорошо, 350 долларов, так, а в чем туда? Нет, ну, я говорю от, то есть это может быть и купаемость в месяц, в зависимости от того, какое у него оборудование. То есть он может купить не совсем топовое оборудование, не совсем топовое оборудование, там, в два раза меньше добывает, а дорожен купить не может. Причем сейчас вот выходит, допустим, оборудование, пока оно к тебе едет, оно уже теряет в мощностях, потому что новое произвели на заводе, и ты уже можешь меньше добыть. А заводы китайские, к примеру, там, пускают асик, они могут тестировать асики, и пока тестируют, они уже манят, уже зарабатывают, и тебе будешь на асик, как бы говоря, присылают. Ну, потому что они, как бы, тестируют, как бы они бэушные. В общем, много всяких там подводных камней, но вот сейчас я посмотрю, у меня недавно писал знакомый мой из России в WhatsApp, он прям четко рассказывал, сейчас если найду, четко рассказывал, сколько он зарабатывает. Просто сейчас, допустим, покупать эту историю физическую где-то складировать от шума, там, чтобы соседи на тебя ругались, это сейчас не так интересно. Сейчас можно купить, грубо говоря, виртуальную ферму, которая у тебя будет находиться в телефоне, и добывать тебе виртуальные монеты, и ты эти монеты можешь продавать. Я помню шум этот, который был, по-моему, подполковник или полковник в России. Ну, в принципе, он поставил все фермы, и они, то есть, ребята, ни в коем случае никто не ставьте, даже если у вас будут эти деньги на приобретение данных ферм, там, и так далее, у себя дома. Потому что баба у вас выгодит. Ну, сто процентов, причем электричество, что такое, так будет сейчас и крутится. Так там это, что, ну, ужасно, это какие-то сумасшедшие деньги. То есть, если, вот, как ты говоришь, 350 долларов, то 350 долларов в месяц не хватит, чтобы погасить. Согласен, то есть, некоторые в ноль работают почти. То есть, там все очень тонко, на самом деле. Ну, не загибают ли они, не вру, не привирают ли то, что люди говорят, 2-2,5 тысячи было? Ну, они могут и больше зарабатывать, точно, все зависит от того, насколько он купил видеокарту, за сколько купил, их же нужно еще обслуживать. То есть, каждая видеокарта греется, нужно, там, термопасту менять, профилактику делать, то есть, там, ну, там, целое дело. А кирдык не приходит к ним? А потом продают они на бэушке, где-то, где-нибудь, там, на сайтах, где бэушку продают, туда покупают, ставят, и там, ну, еле-еле, да. Ну, мне кажется, ну, это не очень рационально, да, на самом деле. Ну, сейчас, ну, это для ленивых, вот, когда у тебя есть деньги, ты не понимаешь в этом ничего, вот, ты просто поставил эту ферму, у тебя есть куда штепсель этот включить, да, чтобы он безлимитно, там, валил эту электроэнергию, и, как ты говоришь, там, вот это не масло, а что там, термопасту, термопасту это менять. Ну, сейчас уже, я говорю, есть облачный майнг, ты даже не должен ничего покупать, то есть, сейчас же все за экологию. А что, хорошо, окей, чтобы облачный майнг, и как-то... Это просто без покупки видеокарт, без покупки, там, компьютеров, просто заходишь на сайт, проходишь регистрацию, покупаешь виртуальную ферму, у тебя она в телефоне, там, в круглой виде картинки, да, и в нее загружаешь деньги, как будто бы, если бы купил, там, видеокарту, к примеру, и тебе каждый месяц примерно такие фермы приносят сейчас 50% плюс. От 50% до 90% в месяц. 50% сама ферма, 90%, если курс растет, потому что там же монета добывается, а курс может расти, монета. Поэтому вот экология, если возвращаться к кроссовкам, то, что мы говорили, да, Степан, есть такая компания Степан, люди сейчас бегают, добывают деньги, да, это если мы говорим про пирамиды, вот ты говорил, все ли это пирамида. То есть раньше просто несли деньги в пирамиду, админу, и все, а тут еще бегать надо. То есть такой есть момент веселый. Так что это как раз? Покупают картинку, NFT, картинки такие есть. Можешь слышать про NFT рынок. Это следующее поколение крипты. Мне повезло, я вообще ничего не знаю. Сейчас нужно с биткоином разобраться, с криптовалютой, а уже идут дальше, уже просто там картинку, может, ты слышал, могут купить за 100 тысяч долларов, за миллион долларов, там, яхту, там, картинку в виде яхты продали за, там, 2 миллиона плюс долларов. Почему? В чем? Вот как есть картина Малевича, черный квадрат, вот уж покупает его за миллионы долларов. Так же есть просто обычный... Но это произведение искусства. Да, так же есть вот такая же произведение искусства, только в виде нарисованной картинки. Вот есть такая компания Степан, это кроссовки, человек покупает картинку в виде кроссовка, если он бегает, там, 15 плюс минут в день, он там зарабатывает 30 долларов в день. То есть он за 1000 долларов купил кроссовок, каждый день бегает по 15 плюс минут, 30 долларов в день получает. Бегает просто бегает? там есть быстрая ходьба бег и так что им это дает ну то есть он закинул тысячу долларов в компанию компанию продала виртуальный кроссовок нарисованная картинка и сказала каждый день бегай по 15 минут сфер уже не нужны на самом деле бабки заплатил и обещу на тобой прикал уже скоро будет секс делаешь секс и получаешь монетку там я суду реально на чуваки да приколе на грех от а приколе на самом деле то есть ну просто кто-то сидел думал блин давай сделаем кроссовки пузызи бегают зарабатывают и поэтому сейчас нам детям эти кроссовки дарят то есть я почти каждый день провожу бизнес встречи с людьми которые хотят либо попасть мир крипты либо хотят в кроссовки эти попасть я спрашиваю чем те кроссовки то говорит я хочу бегать просто бегай купи кроссовки бегай не за 1000 долларов там за 100 долларов не находился бы еще зарабатывать ну понятное дело вот поэтому сейчас люди бегают по всему миру в 10 утра 10 я знаю такого одного человека в моей команде он будет бегать 1000 долларов ход 30 долларов в день доходность примерно там сейчас может чуть поменьше то есть люди за месяц окупает свои кроссовки но сейчас вышли вышло обновление и сейчас окупаем из 10 дней но кроссовок стоит от 5000 долларов я слушаю я реально не мне кажется это не просто мошенничество техники аферида такой знаешь афера в высшей только знаешь степени всегда говорим мы всегда говорим что это супер риск что ты сегодня может деньги закинуть и через минуту они могут пропасть то есть человек должен осмысленный осознанно быть понимали 1000 долларов и не кредитные не одолженные не детские не последние да просто лишние деньги закинь потеряешь значит купишь опыт не потеряешь значит заработаешь сам просто очень хорошая от вас потеряешь купишь опыт вот я вот по дороге сюда мы сейчас вот мой партнер собирает пул на 30 тысяч долларов да то есть каждый там 6 человек скинули по 5000 долларов и примерно будет приходить по 500 долларов в день каждому человеку 500 баксов в день за то что просто сегодня проинвестировал 5000 долларов скажи артем еще интересно было как вот эти 10 там 10 больше почти 11 тысяч до подписчиков в телеграме как они все прилетели какой период это с января по сегодня что у нас ну май за полгода грубо говоря то есть первое самое сложное это было первых 100 человек найти потом 100 200 быстро потом 300 тяжело было потом 500 тяжело у меня целый месяц было 500 потом 1000 потом сразу две и потом там плюс 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 то есть всегда как продажи сарфанова радиус я только я youtube качал то есть я искренне верил в то что и ютуба так как там миллиард пользователей хотя бы один процент меня увидит все это уже будет сказка да поэтому там начинал с ютуба в описании ссылку на свой чат люди смотрят ролик я в ролике говорю что ставь свой там царский лайк подпишись колокольчик чтобы с первым всех проектах ссылка в описании на гостевой чат там более 100 партнеров он такой опытом услышал нажал на описание перешел все в чате и с тех пор появляется как это новая тема я скидываю ссылку он в этой теме и наоборот он скидывает кому-то ссылку своих знакомых есть классный чат там проекты в первый день можно заходить самый первый день но все хотят быть самыми первыми не хотят никто последними просто когда последний все закрывается все пропадает и я скидываю ролик туда youtube новый вышел у ребят смотрим ролик они опять идут на youtube и так вот трат а реклама интеграции когда у тебя появились примерно месяц назад то есть мне захотелось очень быстро вырасти потому что поднял ценник на рекламу в два раза и нужно было в два раза больше подписчиков делать искусственно не хотел добавлять потому что ты просыпаешься ты в чате ты удаляешься поэтому я примерно 250 долларов в неделю отдаю на рекламу своего чата в других каналах других чатах да вот я первый раз когда я это сделал я за семь дней заработал 300 тысяч рублей первый раз к так сделал просто скинул ссылку 300 тысяч российских рублей до за одну неделю вот то есть для меня 250 долларов закинул реклама чтобы заработать 300 тысяч я понял что хорошая маржа как не знаю там фарма театрических компаниях или каких-то других слушай но это очень круто я я допустим я до сих пор вот все что но тут все время то которому потратили то что мне объясняешь я честно скажу и 100 процентов я понял наверно процентов 10 это самое главное нужно все остальное понять что было очень интересно то должно быть в конце очень интересно но ничего не понятно так должно быть ты прошел два года москве москве как твои ощущения были я не хотел туда ехать мне пять лет уговорили заехать я не хотел потому что там пробки я понимаю что пол жизни буду в пробках и там невозможно от беларуси можно плавать туда-сюда то есть тут можно там как-то как-то выживать или жить москве москва все усиливает либо тебе если ты сильный ты еще сильнее если ты слабо все тебе край вот поэтому они хотят заехать просто понимал что и блин зачем пройдут в апраде глаза смотреть но если правда неприятно и попал туда я увидел там цены другие людей другие то есть там девушки охотницы за миллионерами мужики охотники москве муж не рассказал я понял то есть я это увидел я вижу как люди быстрое решение принимается с ним встречаешься четыре часа пробки едешь встречаешься все давай делать в беларусь приезжаешь ну давай встретимся второй раз 3 4 5 а я подумаю посоветуюсь не сегодня вдруг это что-то еще то есть разные совсем разные люди потому что ну всем нужно за квартиру платить там квартира стоит там 60 70 тысяч то здесь там это тысячу долларов кажется да там это 60 70 тысяч обычная квартира тебе нужно платить в кэй все платят 40 тысяч то есть и по-любому на двух-трех работах я видел девушек москве достаточное количество которые трех работах работали на 3 то есть в мужики в минске не все работают на одной хотя бы как ты думаешь на твой взгляд субъективно чем уникальность илона маска он хороший маркетолог вот как марганштерн да марганштерн просто хорошая маркетолог несмотря на все что он делает он делает реально все так что он про него все знают ну тут никто не скажет что я не знаю марганштерн просто после после марганштерна мы с тобой согласись ничего не останется до крови процентов на песен которые он делал ну-ка для кого-то извините ребят может такого-то гениальной песни когда илон маск кибер трак презентовал там стекло неразбиваемое должно было быть он ударил разбил стекло и и смотрит на ситуацию с одной стороны что вот он посмеялся типа ну вот не доказано тесте а с другой стороны он благодаря потому что стекло разбилось еще сильнее пропиарил компанию по кибер траку еще больше заказов было то есть то что не делает илон маска на данный момент все ему на руку вообще абсолютно все он хотел twitter купить недавно но там ты знаешь да из-за спама из-за фейков да 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 аккаунтов он начал потом он сказал а покупать не буду twitter акции twitter упали это еще один гениальный ход купить дешевле на 20-30 процентов компании которую ты мог купить и это круто ну понимаешь как бы такие люди как стив джобс и илон маск это люди которые рождаются наверное 11 раз в сто лет да я так думаю и сравнивать конечно но это не просто кринжова таршова в другой взгляд илона маска с маргерштерном но понимаешь как бы есть белое черное да и как бы никто на на свет не скажет что это тьма то есть но в моем опять-таки же сорян там поклонники в моем понимании что они вообще не то что в разных полюсах они просто но один черный пиарщик до которые но скажем под видом творчества создает это некий контент и вам марк делает до маркетинг чистой воды при этим самым привлекает миллионы людей к своей персоне а второй делает на пользу людей изобретает великие это ну на мой взгляд это тот же тесла да вот этот изобретатель когда-то которым илон маск назвал свою машину авто авто электромобиль как правильно сказать на электричку электричку вот но то есть это люди которые рождаются иногда в сто лет один раз а может даже в тысячу они двигают прогресс и мне авто морковь двигает я не знаю я только одну историю грязный грязный окей слушай хорошо у меня еще такой вопрос ты вернулся с москвы я допустим недавно узнал что ты в центре города снимаешь за полторы тысячи долларов квартиру зачем в минске квартира за полторы тысячи долларов это чай кореноменчанин да вы заметили да 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 ты родился в минске недалеко от речка это жил все время да мы соседи были хорошая локация да ты мне скажешь лично какого вообще с какого перепугать тебе какого хромого тебе нужна вообще квартира за полторы тысячи долларов в минске первое это нужно для моей работы потому что когда мы там с кем-то партнеримся или с кем-то общаемся рано или поздно приходит ко мне домой и когда у меня там дома видят в примеру там классный большой там двух-трехместный джакузи который приходит следовое увидеть джакузи вот я понимаю ты всегда можете впечатление на девушке всегда мужики приходят же это называется немножко по-другому назвать секс-партнер донской признайте честно чего вот придут честно больше процентов до 70 я уверен ты снимал квартиру за полтора косыря не для бизнес-партнеров а произвести впечатление все-таки на девушек 50 на 50 примерно 50 то есть 750 в одну сторону вложилась за другой то есть но просто снимать квартиру допустим посуточно к примеру это 100 рублей в день ну 70 рублей в день не снимал смысл я снимал посуточно каждую пять субботу воскресенье потом просто надоело созваниваться с хозяевами с девчонками да то есть я понял что вот есть классная локация там есть все что я хочу даже больше и и рядышком есть там хорошее заведение где тоже провожу встречи и мне удобно я вышел я от друга и на работе ну ты мне показывал видоса в телефоне мы не будем говорить дед надо прямо центр центр прямо вот прямо сам салют был на сталинские добавить его красивые ну как красивые виду них большие там что 35 потолки до очень высокие до 35 и я просто видел это видео и ну как бы я видел получше квартиры но чисто как психолог я тебе могу сказать что на девушек это производит впечатление камин там все дела спальня с этим потолком как у роллс-ройс звездное небо но на бизнес партнера я не знаю как это может повлиять вообще если брать этику как бы мирового бизнеса да то это какие-то крупные офисы люди арендуют да это не частная собственность но это можно и у нас минск взять в аренду где большие локации кабинеты комнаты для переговоров и тогда никто не приводит бизнес партнера показывает суши бро смотри у меня джакузи блин смотри у меня в спальне звездное небо блин да я слушай ну я просто тебя понимаю как мужчина то скорее всего тебе хочется произвести впечатление больше на женскую целевую аудиторию но из них бизнес-партнеров я думаю на самом деле кстати какой процент девушек в этом сегменте задействовал сколько как часто ты встречал девушек которые заинтересованы довольно довольно часто то есть допустим если говорить там про то как мы там помогаем людям в крипте разобраться мы это делаем через кроссовки те же самые через то же самое степан то есть приходят там мамы которая говорит я хочу вот бегать хочу зарабатывать хочу сыну подарить кроссовки чтобы сын зарабатывал то есть и девушки сказать даже более активны чем мужчины то есть девушки хотят те кто допустим у кого там мужчины их содержит к примеру девушки хотят тоже какие-то деньги всеми приносить вот кроссовки бегай зарабатывай а чтобы в эти кроссовки зарегистрироваться по деньги завести это нужно попросить в школу нужно найти человека который из бумажных денег ты даешь ему грубо говоря он тебе деньги переводят там крипто мире к примеру потом нужно до биржи зарегистрироваться нужно на сайте зарегистрироваться в приложении это все совместить все v solely что за них это все мы помогаем это делать мы показом дверь человек уже сам проходит а потон когда нужны зарабатывает он спрашивает какие еще есть а что ты за твои мишки с кроссовок ничего то есть мы просто помогаем когда мы человеку даем что-то бесплатно и он еще зарабатывает когда мы привлекаем в дальнейшем наши темы он нам больше верит больше доверяет он уже понимает как этот механизм работает больше доверия вообще в целом к этому рынку и потом мы с этого уже зарабатываем бесплатно сыр бывает только мышеловки для второй мышки слушает хорошо но вот смотри вот еще перед блиц опросом для новичков вот у человека мобильный телефон да я знаю что по моему 1 как бы скачиваю есть определенная программа там 110 евро там или сколько да есть много разных проектов один из там топ-3 проектов которые сейчас про провожу да надави топ 3 проект есть крипто робот который торгует на крипте то есть можно положить деньги и он будет там 10-30 процентов вместе сделать тебя минимальный вклад а любой там любой там хоть 10 долларов по стати будет приходить один доллар в месяц если положишь 100 доллара сотку будет приходи десятилю отсюда в месяц то есть вот так поэтому поэтому закидывать большие суммы да вот второй проект про которые говорю он существует уже 5 лет, там миллион пользователей, основатели находятся в топ-10 визионеров мира, вот как раз-таки Илон Маск, Стив Джобс, допустим, к примеру. Стив Джобса уже нет. Я про то, что вот это визионеры, да, Павел Дуров, да, вот этот основатель, он находится, вот вот Алекс, он находится в десятом месте в этом рейтинге, то есть он тоже двигает эту всю историю. Так, и сколько там нужно? Стоив минимальный вход 110 евро, то есть ты покупаешь виртуальную ферму стоимостью 110 евро, загружаешь туда, там, сумму, там, возьмем, скажем, там, 200, там, 300. Ну, хорошо, вот 200 евро. Да, и тебе будет 100 евро приходить каждый месяц. 100 евро на 200 евро тебе будет приходить каждый месяц? 50% в месяц, да. Это без учета... А это гарантийно? Это то, что записано в смарт-контракте, то есть смарт-контракт тот самый бухгалтер, который не имеет права обмануть. То есть даже если компаний не будет, основателей не будет, смарт-контракт будет работать всегда вне времени, как сейчас. Нет, никто не знает, кто основал биткоин, но смарт-контракт работает. Смотри, вот, к примеру, человек закидывает 500 евро, да. 250 евро будет ему приходить каждый месяц. Так это зарплата, в принципе, средняя по Беларуси. Поэтому кто-то бегает, а кто-то ищет новые темы. Хорошо, это второе, да? Второй вариант. Да, да. Третий какой еще? Третий это вручную, уже торговать вручную, сидеть с красными глазами, ветерами. Как эти приложения называются? Первое Royal Q называется, Royal Q. Второе PLC Ultima. PLC Ultima, да. Ну, если говорить про компанию, именно третье, сейчас компания Stepan на слуху, поэтому пусть будет Stepan. Stepan, да. Это кроссовки. То есть, вот, ну, хорошо, вот я пользователь Яблока, я захожу в App Store или там Google Play, да, по-моему, или как называется. И скачивать приложение Stepan. Stepan, да. Пишешь S-T-E-P-N. Ну, ты мне потом покажешь. Да. Все, я закидываю на ферму 110 евро. Ну, это кроссовки Stepan. Если ферма, то это PLC будет. Нет, я имею в виду 110 евро, да? PLC. Я закидываю PLC. Ты покупаешь 110 евро ферму, и в нее закидываешь 200 евро. И все, тебе будет приходить 100 евро каждый месяц. 200 евро закинулся, и мне 100 евро будет приходить. Если что, через месяц я бью Артема. Кто все слышит? Правильно. Артем, сейчас Блиц-опрос. Это краткие вопросы. Ты можешь отвечать коротко. Либо развернуто. Главное, чтобы честно. Хорошо. Погнали? Да. Так, первый вопрос. Ну, он банален. Я знаю даже ответ. Но, тем не менее, биткоин или евро? Биткоин. Биткоин. Нет, хотя сравнение. Я теперь уже понимаю, что если биткоин стоит 30 тысяч. Да. Будет хорошо. 30 тысяч евро. Нет, давай так. 50 тысяч евро, либо... Вот, которые тебе сразу говорят, Тёма, они твои, да? Либо, я не знаю, два биткоина. Конечно, два биткоина. Но их обналичь всегда, в любой момент, в любой стороне точки мира. Да, да. У меня все деньги в крипте. Если я иду в какое-то заведение, да, там я вот просто перевожу скрипты себе на карту, деньги, и картой прикладываю к терминалу. То есть скрипты, я имею в виду, вот с этих приложений ты переводишь себе на карту? Занимает 5-10 минут максимум. То есть быть даже быстрее. Просто себе на карту, да. То есть это в любой точке мира, да, где есть интернет? Где есть интернет и Visa, MasterCard, где работает. Потому что в Беларуси нужно еще на Белкарт перекинуть денежку. Понял. Так, хорошо, следующий вопрос. Ну, извини, я говорю за банальный вопрос, потому что, ну, биткоин там, или, я не знаю, если бы мне предложили сейчас 50 тысяч евро, там, наверное, или один биток, да, я бы, наверное, все-таки взял 50 тысяч евро. Это живые деньги. Их можно подержать в руках. Город для проживания Лондон или Нью-Йорк? Лондон или Нью-Йорк? Ну, на самом деле, я думаю Нью-Йорк. Потому что я все же хотел побывать в Америке. Вот. И я думал, что когда-то там побываю, и там прям совсем другая культура. Там кто-то сумасшедшее точно ждет каждого, который там побывает. Ну, то есть хочется побывать волком из Уолт-стрита, да? Ну, просто волком. Волком из Нью-Йорка. С Нью-Йорка. Хорошо. Сам большой креш, который тебе прилетал, ну, в данном сегменте, в этой отрасли? Сам большой. В день, за месяц? Ну, давай и в день, и за месяц. Вот день и месяц. В день, наверное, мне купили 5 реклам, если так говорить, да, купили 5 реклам по 40 тысяч. 200 тысяч рублей российских за день. За день? Да. Дзинь? Да. Это сколько на сегодняшний день? 2 на 3 тысячи долларов, наверное. 3 тысячи долларов, дзинь, еще раз. Я устал тогда, вот это нужно ссылку скидывать, что-то писать надо. Можно я когда-то будешь усталать? Звони мне. Я реально устал. Звони мне или Игорю. Лидер, ну, у продюсора будем, когда-то будешь уставшим. Скоро нужно быть люди, которые должны просто бегать за нас. Хорошо, мы будем бегать за нас. Окей, а максимально за месяц сколько? Наверное, максимально миллион был. В прошлом месяце был миллион рублей российских максимум. 15 тысяч, наверное, да. Дзинь. Дзинь, дзинь, дзинь даже. Ну, это миллион то, что прошло. У меня есть карта Тиньков, то, что по Тинькову прошло. Я не беру учет, что оно пришло на крипту, потому что там, ну, тяжело следить. Я понял, хорошо. Я просто это вот слушаю, для меня это некая мифическая птица Феникс. Я вообще не понимаю, как это. Ну, ладно. На самом деле все просто. Когда есть, допустим, 10 тысяч партнеров в чат, если хотя бы тысяча заходит в какой-то проект, ты с каждого человека зарабатываешь 10 долларов, вот тебе 10 тысяч долларов за месяц. На самом деле все просто. Хорошо, это для налоговой. Так, следующий вопрос. Та-да-да-дан, та-дан. Квартира, ну, на выбор, если тебе предложили, пентхаус в центре города. Либо загородный дом? Наверное, скорее всего, загородный дом. Ну, по одной и той же цене, они примерно так же и стоят. Там 250 тысяч где-то в среднем. Не так сильно люблю закаты, как люблю уединение, на самом деле. Ага. То есть загородный дом? Да. Хорошо. Следующий вопрос. Считаешь ли ты жадность пороком? И от него же тоже следующее. Жадный ли ты сам человек? Ну, жадный человек? Я жадный до чего-то нового. То есть я люблю узнавать первым что-то новое. И когда они про это рассказывают, у меня всегда приятное волнение внутри. Вот это, наверное, та самая жадность. Потому что думаешь, кто-то, возможно, узнал раньше. А тот, кто узнает раньше в нашей сфере, больше зарабатывает. Да, нужно быть голодным обучанием. Вот если жадность, как голод, вот к этому всему. А жадность – это порок или нет? Если жалеть, тратить, допустим, на девушку, на родителей, на кого-то близкого, тогда это плохо. Реально. Потому что реально ты же деньги зарабатываешь не в себя одного, а чтобы им дать возможность какую-то что-то увидеть. Поэтому если жадничаешь к близкому человеку, это плохо. А на себя надо, ну, как бы, жалеть или нет? На самого себя? Надо, наверное, ограничивать себя как-то. Потому что кто-то зарабатывает такие деньги, покупает то, что ему не надо. Или начинает гулять, какой-то разгульный образ жизни вести, много тратить денег. То есть это 80% так делают на самом деле. Я, слава богу, за свои 30 лет уже пережил такие этапы в своей, грубо говоря, до мира крипты. Да, я, слава богу, могу спокойно эти деньги хранить себе на счету и меня нет соблазна там резко все в один момент потратить. Но смотри, я когда у тебя спрашивал, еще разговаривал до интервью, ты говоришь, я, ну, трачу на себя и на девушку в месяц 3000 белорусских рублей. Но 1000 на себя, 2 на нее. Сколько тебе осталось до 1 миллион долларов? До миллиона долларов осталось примерно, это есть такой прикол, я получил зарплату, да. Почти как Илон Маск, да, почти сколько. Ну вот зарплата плюс еще 999 миллионов. То есть я не считал, потому что очень много денег у меня закинуто в проекты. Какие-то проекты закрываются, пропадают деньги. Ну, я полмиллиона еще не заработал точно. Хорошо, сколько тебе нужно денег в жизни, чтобы успокоиться? Ну вот сумма есть ли, знаешь, помнишь легендарное уникальное произведение Ильфа и Петрова, 12 улевых и золотой теленок, сколько вам нужно Шура для счастья? То есть сколько тебе нужно, есть ли такая сумма, на которой бы ты успокоился, сказал, все. Я всегда что-то буду делать, то есть как бы я сейчас живу в комфорте, то есть я просыпаюсь сколько хочу и засыпаю сколько хочу и там душа хочет туда. Маш, сейчас десятки тысяч миллионов зрителей тебя будут ненавидеть просто. Да наоборот, это же хорошо, это мотивация. Будут тебя просто презирать. Да кого-то мотивация. Просыпаешься во столько, сколько хочешь. Я просыпаюсь в 10-59, потому что 12 тренировка, то есть мне нужно поесть успеть и переехать на тренировку. Тебе лень за 50 тысяч России закинуть иногда. Нет, это реально лень, реально лень. Ну, тебе же, как я сказал, у тебя уже помощники есть. Поэтому примерно, если там, ну вот, я уже в принципе спокоен на самом деле. Просто я двигаюсь дальше и хочется вокруг себя людей собрать, комьюнити и помочь им тоже на самом деле к этому прийти. Мне кажется, каждый человек, который говорит, я хочу помочь этим людям, это этот человек, я хочу помочь в первую очередь себе заработать еще больше. Не равно ли это? Я уже заработал на самом деле, а кто-то хочет, кто-то тянется, я могу только дать живую рекомендацию, как это сделать по моему опыту, как это у меня получилось. Я все же так делаю. Хорошо, следующий вопрос, были ли у тебя проблемы с законом? С законом, как у всех, дорогу не там перешел, талончик там, первая дверь, там, кондуктора заходят. Ну, а так я имею в виду, ну, чтобы там вот по-серьезному что-нибудь. Я обычно такой лояльный, максимум это, наверное, ГАИ, скорость. Ну, еще страшно, после этого выпуска будет. Я шучу, не дай бог. Так, хорошо, следующий вопрос. Три лучшие группы, ну, все-таки у нас музыкальный телеканал Европа плюс СВИ, три лучшие группы исполнителя, зарубежных, российских, неважно, для тебя, вот лично для тебя. Я в машине. Меломан. Всегда. Ну, вообще, я стараюсь просто, сказать, закачать в машину последние треки, которые выходят, потому что каждая папка, там, 40 папок уже есть, да, каждая папка – это, там, какой-то промежуток жизни, который можно отмотать, вернуться и вспомнить, блин, как прикольно было бы в то время, там, какая-то музыка. Вот, но в основном, то есть, я, то, что я слушаю в данный момент, это Моргенштерн, то есть, мне он очень сильно нравится, то есть, я прямо от него кайфую, да. Потом я слушаю Кезару и Биг Бэби Тейп. Вот у меня три исполнителя, которые я могу слушать всегда, и если я знакомюсь с девушкой, ей нравится Моргенштерн, я знакомишься с девушкой, если заходит в морг, ты говоришь, все, до свидания. Вот просто, ну, нечего с этим человеком ловить для меня, ну, честное слово. Ну, почему-то так вот, как-то вот. Капец. Окей, хорошо. Ну, слава богу, что там, может быть, такого даже не было, чтобы прям никто не слушал. Какие-то треки просто не нравятся. Я его терпеть не могу, я серьезно тебе говорю. Хорошо, ладно, ну, теперь более кратко. Нужно ли попробовать в этой жизни все? Конечно, и чем раньше попробовать человек, тем будет лучше, потому что здоровье хотя бы поможет. Реально все надо попробовать. Ты вообще понимаешь, насколько это глубокий вопрос? Понимаю. В одну сторону и во вторую. Ну, нужно попробовать, на самом деле. Не факт, что попробовать человек, но попробовать нужно все точно. Ладно, мы не в шоу-тройничок, я бы тебя разогнал этот вопрос по-другому. Хорошо. Хорошо, ну, это твое мнение. Три основных качества, которых ты ценишь в девушке. Три основных. Загибаю пальцы. Девушки, трепещите. В общем, первое, что сейчас мне важно, чтобы девушка умела приносить удачу. Это качество. Талисман? Есть люди, которые приносят удачу. Есть люди, которые забирают ее. Ну, как весь вампирс, практически, к примеру. То есть у меня были девушки, с которыми у меня вообще просто все валилось из рук. То есть я делаю то же самое. Были девушки, которые просто нарядом. Я там что-то ей там купил, подарил. И мне в 10 раз больше пришло просто. Ну, хорошо, девушка-талисман. Раз. Это называется талисман, да? Да, талисман. Должна быть, ну, на самом деле, красивая. Да, это качество девушки, красота. Да? Тоже как получилось от природы уже. И насколько у тебя вкусовые там предпочтения. Ну, на самом деле, у меня всегда было красиво. Нет, было два параметра всегда. Понимаешь, нет некрасивых девушек из-за водки. Да, в общем, всегда это было красивое и умное одновременно. А третье, это вот ты что принесила удачу. То есть три фактора. То есть красивая, умная. И принесила удачу. Все, три фактора. А вот это там доброта, забота, а поговори. Это все уже лирика, на самом деле. Блин, как все у тебя бунально и интересно. Я разговариваю каждый день столько, что иногда помолчать. Я не знаю, интересность там, ну, влюбленность там. Ну, не твои ли слова, когда ты говоришь, я просыпаюсь, думаю, блин, что придумать, как мне свалить, блин. Ты на бизнес-стречу. Такое у каждого было. У каждого было, да. Но окей, если у тебя три таких основных качества, хорошо. Так, следующий вопрос. Когда ты решишь все-таки жениться? Сейчас 32 года. Нет, не когда ты решишь, а вопрос в другом заключается. Когда ты все-таки вот примешь решение и влюбишься, действительно, вот эта девушка будет для тебя единственная и неповторимая. Будешь ли ты составлять брачный контракт? Хороший вопрос. Тут дам два вопроса в одном, да? Когда примерно... Не, не, когда ты можешь ходить через 10 лет? Наверное, на данный момент отвечу нет. На данный момент нет. Потому что делить нечем. То есть, как бы, потом, может быть, уже это вот сыграет. Биткоины на нее не будешь свои переписывать? Не, ну так уже, наверное, биткоины. Не, ну вообще, ну я веду, будешь, ну смотри, вот все, вот ты вот такой, оп, ну вот. Это же может просто в моду войти сильную, да, и стать в порядке вещей. Поэтому, возможно, когда-то да, на данный момент буду сказать, что нет. Хорошо, следующий вопрос. Предавали ли тебя друзья? Да, и несколько раз, наверное, да. Ну так, по-жесткому. Ну, и очень жестко, на самом деле, да. Вообще друг должен только один быть, на самом деле. Вот у меня есть брат. То есть, вот, не кажется... Сводный. А, сводный. Да, и смысл такой, что, возможно, он просто должен быть лучшим другом на самом протяжении всей жизни. А так передавали, и прощал, опять передавали, опять прощал. Но уже есть такая штука, что, блин, ну нужно прощать. Тяжело прощаешь вообще, отходишь? Ну, я вообще отходчивый, но там мне нужно какое-то время, чтобы просто забыть. И тут вот в памяти просто там сжечь и не вспомнить, почему я обижался. Окей, хорошо. Следующий вопрос. Мог бы ли ты простить измену? Ну, девушка. Я прощал измену, и причем прикольно это узнавал, что она изменила. Так просто на ровном месте. А сколько вы вместе были? Пять лет. Пять лет? Да, я просто провожал ее до подъезда, я сейчас вспомню эту историю, как вот сижу в памяти, да, и просто так в шутку, что это такое на шее. Она как-то так отреагировала, просто непонятно. Я говорю, да ничего? Я такая. Ну, там ничего нет. Она говорит, да нет, засос. Она начинает плакать. Я понимаю, что я нифига себе пожутил, что что-то не то происходит. Она говорит, ну да, типа я там ходила с тем-то туда-то. Но она говорит, он типа не до конца, поэтому я встала, пособралась, ушла. Что не до конца? Встала? Не закончила. Что? Ну, вот такая история была, как сейчас помню, да, лето было. Да, ну простил. Отпустил ее просто? Нет, простил, 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 потому что мне не думало, что никогда не прощу, но на самом деле как-то так, знаешь. Хорошо, и последний вопрос от Марселя Пруста. Встретившись с Богом, что ты ему скажешь? Спасибо за такое прекрасное приключение в жизни. Спасибо, с нами был Артем Добровольский. Тема, эта рубрика называется «На картонах, как в девяностых». Да, я понимаю, что в девяностых ты особо не застал, больше там нулевые. Не знаю, глядя на тебя, я не знаю, хулиганист, ты был парень или нет, родился ты со мной в одном районе, рядом бульвар Шевченко, там красная школа. Да, как у тебя вообще проходила твоя юность? Были ли моменты, когда ты мог пойти немножко в другую сторону, не по бизнес какому-то развитию, а по хулиганскому? На самом деле меня обошли, там, истории с наркотиками, там, в школе, сейчас в школах, там, наверное, там, дурдом происходит, с алкоголем, со всем, то есть я плюс пинус, там, играл в футбол, играл в компьютер дома, сидел, там, не знаю, казаки-разбойники, и мы, может, максимум, там, плавили, как вы, там, с аккумуляторов эту штуку, олова. Вот так вот делали, то есть мне это все обошло, максимум, что я, может, там подрался, три раза за всю свою такую. Ну, судя по-моему, что у тебя переносится не перелом, не сломано, не прилетало так, чтобы... Я ходил в зал лет 15-16, поэтому меня обходили стороной. Один раз подрался, когда оказалось, что было два боксера с вкачанными такими какими-то штуками. Вазелином? Да, но у него там, потом мне позвонили, приди во двор, хотелось перед тобой извиниться. Говорю, типа, извиниться, да, они хотят реально извиниться, там такие фонари у них, то есть удары были четкие. Окей, за девочку приходилось перемахиваться вообще? Ну, вот тот случай как раз-таки был, то есть ее там ударили в живот, я пошел разбираться, кто ударил в живот, и потом я сижу на скамейке, пытаюсь там с одноклассником решить, кто это был, ко мне подходят там два каких-то боксера и мой еще один одноклассник. Я думал, что все будет хорошо, так вот и два боксера троем, два меня держали, третий бил по животу. Вот, но так как у меня там был пресс в то время хороший, красивый, мне смешно стало, мне когда дерутся, я чувствую, смеялся, всегда смешно. Вот так было. Слушай, имя первой своей любви первой девушке, помнишь? Катя. Передаю привет. Хорошо, а в Москве еще вопрос, в Москве были моменты, где там вот что-то приходилось как-то там, либо разговаривать с людьми? Только с полицией. Только с полицией, а что или к тебе, как бы, у тебя же славянская, ну, как бы, внешность и так далее. Ну, там, в общем, они свои районы очень сильно берегут, и когда мы там работали, к примеру, да, там по каким-то направлениям, они просили просто не работать в этом районе, в другом. А, то есть вот такое деление этих самых локаций. Да, да, то есть просили, только не у нас, есть там туда. Окей, а какими-то восточными темноборствами занимался спортом, кроме футбола? Да, я все время в залах, в баскетбол, пробовал себя в баскетболе, потом ушел оттуда. В карате попробовал, опять-таки, себя, потом тоже ушел оттуда. И мне просто понравился тренажерка, очень сильно. Ты сам себе принадлежишь, сам что-то делаешь, качаешь, пампишь, все хорошо. Я понял. Ребятки, это была рубрика «Докартанах», было это интересно ли зашквар? Пишите в комментариях, а мы скоро увидимся. Ребята, а сейчас промокод. Не забываем ставить пальчик вверх, подписываемся на наш канал на ютубе «Побуянин» и на шоу «Тройничок», на ютуб-канал «Телеграм», «Инстаграм» вот этого прекрасного господина, да. И вопрос от Артема. Какого цвета был мой первый айфон? Какого цвета был первый айфон у Артема? И победитель или победительница у нас получает что? Персональную консультацию мою, как попасть в мир крипты с минимальными вложениями, с моим покровительством в этом деле и помощью. Ну что ж, ребятки, за это стоит побороться. Это было шоу «Побуянин». С вами был Андрей Буяльский. В гостях у меня был творческий человек, я считаю, так, в мире криптовалюты, коуч-тренер, бизнес-тренер, там куча регалий, вы сами это услышали. Скоро увидимся на телеканале «Европа плюс ТВ Беларусь» и «Версию без цензуры» смотрите на нашем YouTube-канале «Побуянин». До скорого. Пока. У-у-у!